Марафону в темноте всего два года, но за этот короткий срок идеолог проекта Юлия Толкачева, чемпионка мира по карате и спортивный реабилитолог, сумела вовлечь в любительский, а затем и профессиональный бег десятки инвалидов по зрению не только в Москве, но и в Питере, Екатеринбурге, Омске. Когда-то спорт ее саму поставил на ноги после травмы позвоночника. Поэтому как спорт не только ставит на ноги, но и помогает социализироваться людям с ограниченными возможностями здоровья, она знает не понаслышке. Массовые забеги – одна из таких возможностей. Нам это очень важно, потому что мы хотим интегрировать этих людей в общество зрячослышащих, для того, чтобы стирать границы и для того, чтобы зрячослышащие видели, что эти ребята могут, они достигают цели, у них получается, а вы порой там ленитесь, жалеете себя и так далее. Поэтому наш проект, наши забеги, наши мероприятия, они еще и вдохновляют обычных людей на то, чтобы менять свою жизнь и помогать другим. И проект об этом, он идейный, то есть это не просто про спорт. Участники марафона в темноте не только слепые или слабовидящие. На беговой дорожке плечом к плечу с участником всегда бежит волонтер. Пара в буквальном смысле работает в связке. Лидером может стать любой желающий, независимо от возраста и физической подготовки. И здесь речь идет о работе в команде и взаимной поддержке. Обучать волонтеров и тренеров, организаторов социального проекта готовы уже с завтрашнего дня. Первым на мастер-класс записался сочинец Сергей Гринь, благодаря которому марафон в темноте и оказался в Сочи. Потеряв зрение, он не ограничил себя в занятиях спортом. Теперь решил открыть новые возможности и для остальных особенных сочинцев. Ведь физические ограничения, уверен Сергей, не приговор для человека. Все возможно оказывать. Самое главное желание и немножко вот эти стереотипы сложившиеся. То, что человек, потерявший зрение, он даже из спортивной жизни вычеркнул. То есть спорт слепых, да, он существует. Но, как говорят, эволюционирует даже паралимпийское движение, добавляются новые адаптивные дисциплины спортивные. Вот забеги слепых, слабовидящих, это сейчас со временем станет нормой. Поэтому я рад. Ко всему прочему, как показывает практика, бег положительно влияет на зрение спортсменов. Отмечается положительная динамика. Представительство социального проекта «Марафон в темноте» работает в Сочи с сегодняшнего дня. Здесь ждут всех желающих. Развитие любительского бега для незрячих, отмечают идеологи, это только начало в планах развития веломарафона в тандеме, а затем и дуатлона. Продолжение следует...